всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео из своего канала на ютубе в частности про основы электротехники сегодняшняя тема электрическая цепь так выглядит самая простейшая цепь которую изображают на схемах чертежах совокупность устройств обеспечивающие прохождение электричества называют электрической цепью основные элементы 1 источник электроэнергии обозначают латинской буквой е 2 потребитель на данном изображении роль потребителя играет буковка l на схеме кружок с крестиком и третье это соединительные провода кроме того в состав цепи могут входить защитные устройства о котором я буду рассказывать в последующих видео но задачи их в чем заключается это защитить электрическую цепь от короткого замыкания если произойдет короткое замыкание то вся эта электрическая цепь в лучшем случае выйдет из строя восстановление не подлежит и и тут нам помогают предохранители автоматы коммутационные устройства и многое другое о чем будет рассказывать в последующих видео и так условно графическое обозначение буквой е плюс это источник постоянного тока как изображено на данном изображении выключатели обозначают буквой б предохранитель обозначает буквой п с прямоугольником измеритель прибор амперов кружочек с надписью м а что такое амперы амперметр и тому подобное я рассказывал сам первым видео электротехника видение сейчас я максимум что могу это дополнить уже к тому что ранее говорил амперов устанавливается в электрическую цепь последовательно чтобы измерить силу тока резистор они у меня еще не говорил но буду говорить в последующих видео он предназначен для того чтобы оказывать сопротивление току в цепи чтобы проходил с меньшей силой либо не проходил полностью к следующее это лампочка ну тут все понятно это просто потребитель лампочка просто светит третье следующее это реле или пускатель обозначает латинской буквой прям о нем я тоже буду говорить в последующих видео и самое всем хорошо распространенное это измерительный прибор напряжение обозначает буквой п разница между напряжением и силу ток я уже рассказывал самым первым видео сейчас я только дополню силы тока измеряет амперметр напряжение вольтметр а амперметр устанавливается в цепь следовательно вольтметр параллельно чтобы замерить силу тока и напряжение если поменять их местами то амперметр не будет показать ничего а вольтметр просто сгорит и вы можете навредить сами себе вот но об этом подробнее я буду рассказывать в будущих видео сейчас я просто знакомлю с основами электрической цепи и последний пункт это виды соединений проводов при рассматривании электрической цепи используются понятия первое это вид это участок цепи в котором течет один тот же ток на участке а и г б и в узел это . где соединяется не менее трех ветвей например как а и г и в этом случае не являются узлом так как вольтметр он может участвовать в цепи а может не участвовать это такой отдельный прибор и третье контур это замкнутый участок или электрической цепи то есть это все а б б г вот в чем собственно заключается электрическая цепь но на этом тема у меня все всем спасибо пишите комментарии с удовольствием и читать ставьте пальцы вверх не забывайте подписываться на мой канал вот всем спасибо до свидания